Ваше превосходительство, господин Цуицинен, уважаемые коллеги и друзья, позвольте от имени Министерства экономики Республики Беларусь поблагодарить посольство Китайской Народной Республики за приглашение принять участие в заседании вот этого круглого стола о преимуществах и перспективах нашей страны в строительстве экономического полиса Шоколады. Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами. В настоящее время в условиях замедления экономического возраста, мировой экономики, масштабный проект Китая по строительству экономического полиса Шоколады представляет собой новый источник стимулирования экономического развития государства, расположенного вдоль этого пути и в целом всего региона, безусловно, Республики Беларусь. Наша страна занимает выгодное географическое положение, находясь на стыке границ Евразийского экономического союза и Евросоюза, имеет значительный экономический потенциал. Эти факторы, а также дружеские отношения между нашими государствами, достигнутый уровень отношений всестороннего стратегического подвесного, позволяют утверждать, что Беларусь является одним из важнейших партнеров Китая в реализации проекта по строительству экономического полиса Шоколады. Подчеркну, что интерес Республики Беларусь и Китайская Новая Республика является взаимным. Мы смело можем говорить о реальном бизнес-интересе со стороны наших китайских партнеров и белорусских. В качестве основного стратегического проекта двух стран, узловой платформы экономического полиса Шоколады в Горазийском регионе, рассматривается китайско-белорусский индустриальный парк Великий Каб. В этой связи особое значение белорусской стороной придается развитию транспортно-логистической инфраструктуры, которая будет способствовать увеличению транспортных потоков между странами и сокращению времени при транспортировке воздуха. Модернизация транспортно-логистической составляющей экономического полиса Шоколады на территории Беларуси позволит как расширить объемы двух сторонней торговли, так и предоставить новые возможности для увеличения транзита грузов из китай. На территории индустриального парка Великий Камень транснациональной компанией «Чайный Мэрчерс Групп» начали работы по созданию сухого порта и крупнейшего торгово-логистического комплекса «СУПАК». Данный проект является ключевым элементом стратегии, предложенной «Чайный Мэрчерс Групп» под названием «2234». Желая поддерживать и развивать, и укреплять дружеские отношения и сотрудничество в сфере транспортной и логистики, белорусской стороной инициировано создание мультимодального международного транспортного маршрута, предполегающего по территории Китая, Белоруссии, Литвы и Германии. Данная инициатива позволит создать основу дальнейшего формирования зоны трансграничной свободной торговли между странами и участниками, создание зоны трансграничной свободной торговли, которая является приоритетным направлением реализации и инициативы «1-1-1-1». Необходимо создать единый механизм координации для развития торгового сопротивления между странами, повысить взаимный информационный обмен в рамках таможенного оформления, постепенно сформировать совместимые и стандартные правила транспортировки с тем, чтобы ускорить международный обмен. В настоящее время подготовлено соглашение о развитии мультимодальных перевозок, которое рассматривается под писанием во время визита резидента Республики Беларусь к Китайскую Дануру Республику в сентябре этого года. В условиях глобальных вызовов мировой экономики и внутренних регионов, складывающихся интернационных процессов, преимущество участия Беларуси в строительстве экономического полиса шелкового пути очевидно. Масштабное подключение Беларуси к реализации проекта экономического полиса шелкового пути позволит более полно задействовать все возможные транспортные и логистические инфраструктуры нашей страны для коммерческого отслуживания товарных потоков между Азией и Европой, решать вопросы унификации и упрощения оружиенного регулирования и транспортной инфраструктуры, в том числе с примечением ресурсов, технологий и капиталов в Китале. Я очень благодарен организатору за предоставленный взрослый, чтобы продискутировать на данную тему, и глубоко убежден полезности нашего мероприятия для последующей совместной работы. И в заключении я хотел бы отметить некоторый аспект, в том числе и для диспута. Сегодня более 70 стран уже выразили заинтересованность в участии проекта «Один пояс и благо». Министерство экономики постоянно подчеркивает, что Беларусь была в числе первых, кто официально объявил о такой заинтересованности. И пока многие сомневались и раздумывали, наша страна поддержала выключенную председателем Китай-Инициативу «Один пояс и благо». Совместно с Минкоммерцией ПДР мы еще в декабре 2014 года начали консультацию об участии в Беларуси в реализации концепции экономического пояса «Шелковой пути». И реализуя договоренностью заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Беларусско-Китайского межправительства Матринитета по сотрудничеству, прошедшего в Пекине в августе прошлого года, беларусской стороной подготовлены предложения в проект дорожной карты по осуществлению совместного строительства экономического пояса «Шелковой пути», который мы предлагаем рассмотреть китайской стороне, по следующим возможным подписаниям данного документа во время визита главы Беларусского государства «Шелковой пути». Дорожная карта, по нашему мнению, станет четким и понятным планом вести обеих сторон по сопряжению Республики Беларусь и экономического пояса «Шелковой пути». Транспортная структура, логистика, производственная операция, информатизация и связь – вот те ключевые направления, которые мы активно готовы развивать сотрудничество с Китая в рамках реализации инициативы «Отенок пояса 1.0». Республика Беларусь готова совместно с китайской стороной продолжать реализацию действующих проектов и разработку новых направлений и программ в рамках реализации концепции экономического пояса «Шелковой пути». Благодарю за внимание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ